Шаманов часто называют колдунами, и не потому, что их обряды окутывают таинственные клубы дыма. Шаманы лечат своих соплеменников, причем своеобразным способом. Стучат по ним, словно по барабану. Оказывается, синхронные вибрации улучшают работу внутренних органов. Неизвестно, знают ли об этом шаманы или действуют интуитивно, но зато известно, чем они стучат по своим пациентам. Бамбуковыми или барабанными палочками. Зачем перед выступлением вырубать дверь топором? Кто такой перкуссионист? И сколько весит самый большой японский барабан? Смотрите прямо сейчас в энциклопедии изобретений. Андрей Богданов с самого детства стучал на всем, что попадалось под руку. В школе это были коробки, дом и кастрюли. Потом ударная установка, арабские и кубинские барабаны. Но судьбоносной для него стала встреча с африканским барабаном джемби. В центре мы играем один звук, бас. С краем пальцем мы извлекаем второй звук, тон и третий слэп. Уникальность джемби в том, что он может повторять звучание других барабанов, а добиться такого звука, как у него на другом инструменте, невозможно. Давным-давно барабан сопровождал ритуальные и религиозные обряды. Древние греки и римляне использовали барабан на поле боя. В шестом-седьмом веках в Японии барабан тоже можно было встретить на поле боя. И знаете, для чего он был нужен? Для того, чтобы ошеломить противника. Один солдат нес барабан на спине, а двое других били в него. Айя! Девять музыкантов из Японии и сорок японских барабанов. Вес самого маленького барабана 10 килограммов, самого большого 400. Перевозить и устанавливать их на сцене непросто. Но без них не будет и шоу, потому что барабан здесь – главный инструмент. В одном из театров, как раз в России, самый большой барабан не проходил в дверь. Пришел человек и топором прорубил дверь побольше, чтобы можно было принести барабан. Сегодня в Японии традиционный барабан тайко популярен не меньше, чем у нас гитара или фортепиано. Японцы говорят, звук тайко – это звук самой Японии. Наш корреспондент Ксения Мартемьянова решила прикоснуться к древнему японскому искусству и взяла небольшой мастер-класс у профессионалов. В отличие от японских барабанщиков, Антонио Грамши не готов посвятить свою жизнь лишь одному инструменту. Антонио – перкуссионист. Именно так называют себя барабанщики, играющие на этнических инструментах. Главная страсть музыканта – рамочные барабаны разных народов мира. Итак, рамочные барабаны. Это барабаны с очень узким корпусом и широкой мембраной. Их часто неправильно, не совсем корректно называют бубны. Хотя бубнами лучше называть, ну, например, шаманские бубны и вот такие простые инструменты. Профессиональный флейтист Антонио впервые взял в руки барабан несколько лет назад. Сначала музыкант научился играть на ближневосточном дарбуке, вот в таком барабане в форме кубка. Затем стал осваивать итальянские, шотландские и ирландские инструменты. Один из любимых барабанов Антонио – персидский дав. Это рамочный барабан с рядом колец, которые можно видеть, которые создают вот этот характерный дополнительный эффект. Мы можем по-разному использовать этот эффект. Знаете, кто такой тамбур-мажор? Тамбур-мажор – это главный полковой барабанщик. Тамбур по-французски барабан – мажор главный. Обычно во Франции тамбур-мажором назначали унтер-офицера высокого роста, ну, такого, как я. Что интересно, барабана у тамбур-мажора не было, зато были мажоретки. Девочки, на выход! Ну, о мажоретках у нас будет отдельный разговор. Не пропустите следующие выпуски «Энциклопедии изобретений». Пока! Субтитры подогнал «Симон»!